Кнопка «Подремать» — одно из лучших изобретений человечества. Пока не пройдет еще 9 минут, и ужасный будильник не зазвонит снова. Только на этот раз ты чувствуешь себя еще более уставшим. Так что, стоит ли нажать кнопку еще раз? Помогают ли вообще эти дополнительные минуты? Или это всего лишь начало бесконечного цикла, из-за которого ты опаздываешь и остаешься уставшим? В невообразимом мире без будильников наше тело просыпалось бы само по себе. Звучит безумно, правда? Но у нашего тела есть химические механизмы, которые позволяют нам не только засыпать, но и просыпаться. Тело начинает подготовку за час до естественного пробуждения. Температура поднимается, сон становится легче, и выделяются гормоны, например, допамин и кортизол, которые дают вам энергию, чтобы начать день. Проблема будильников в том, что они часто нарушают естественный цикл сна и обрезают эти процессы. Особенно, если у вас нет стабильного режима сна. Будильник начинает звонить, но ваше тело еще не готово. Состояние шаткости и усталости, часто возникающие после пробуждения, зависит от того, в какой фазе сна вы были, когда начали просыпаться. Чем глубже сон, тем сильнее это состояние. И тут начинает свою работу кнопка «Подремать». Но она может принести больше вреда, чем пользы, так как, вернувшись ко сну, тело начинает этот цикл заново и погружается в фазу глубокого сна. То есть вместо подготовки к пробуждению вы начинаете движение в обратном направлении. Так что после повторного сигнала будильника вы чувствуете себя еще более уставшим, а движение по порочному кругу продолжается. В целом, лучше было бы поставить будильник изначально на позднее время и не обрывать сон. Многие исследования показали, что разбитый на куски сон хуже восстанавливает энергию и приводит к общему ослаблению в течение дня. Так что, разбив те последние 30 минут сна, вы, скорее всего, будете чувствовать себя уставшим и функционировать хуже в течение дня. Так что же можно сделать? Постарайтесь спать систематично и по расписанию. Усталость — это результат не только нехватки сна или пробуждения из глубокой фазы, но и отсутствия четкого расписания. Человеческое тело любит предсказуемость. Проспайтесь в одно и то же время каждое утро, включая выходные, и через несколько недель ваше тело привыкнет к расписанию и, в принципе, будет меньше нуждаться в будильнике. Если вы проснулись уставшим, поборите желание подремать еще немного и просто вставайте, ведь, как говорится, подремлешь — проиграешь. Есть волнующий вас вопрос? Задайте его в комментариях к оригинальному видео или на Фейсбуке и в Твиттере.